Всем добрый день! С вами Формула Семьи на Радио ТЭС, в студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачёва. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 30 августа 2016 года. Лето подходит к концу очень стремительно. 14.00 по Москве. Ну что, поехали! Тема эфира у нас «Отдых после отдыха». Наверняка каждый из вас слышал от знакомых такую фразу. Это был такой отпуск, после которого нужен ещё один. Вот сегодня мы с Татьяной постараемся разобрать, как это так получается, для чего нужен отдых после отдыха. И в целом постараемся подвести итоги лета, поделимся впечатлениями об отпуске. Да, последние часы уходят этого лета. И такое ощущение, что не хочется, чтобы оно заканчивалось. Не хочется, чтобы настроение, такое более расслабленное настроение отдыха, поездок, впечатлений проходило. И нужно впрягаться в такую активную, очень с большим темпом работу, которая несёт много стрессов. Поэтому вот этот вопрос из песни «Куда уходит ли это?», он такой вот у всех на сердце. Куда же ты до уходишь? Лучше бы ты остался. Но тем не менее, вот каждое время изменений — это время определённого стресса, это время определённого какого-то напряжения. И сегодня мы будем говорить, почему это так происходит, да, и вот как же нам действительно сделать это переключение между летним настроением, летним темпом жизни и таким рабочим, уже осенне-зимне-весенним темпом жизни, в котором проходит большинство нашего времени. Вот такие интересные вещи. Кажется, что стресс, который люди испытывают в жизни, особенно стресс в больших городах, он имеет такой кумулятивный эффект. То есть вот стресс от того, что нужно сделать что-то на работе, стресс от того, что происходит в семье, стресс от поездок. Всё это накапливается одно за другим. И, наверное, самым хорошим, хорошей рекомендацией рекомендацией может служить только одно — сделать паузу. Вот мы сегодня попытаемся сделать какую-то паузу после летнего отдыха. На самом деле она нужна. Я тоже подходит лето к концу, подходит маленький какой-то отпуск к концу. И очень сложно. Ты выходишь на работу, и ты понимаешь, что вот это, вот это, вот это. Столько дел на тебя валится, рушится. И в целом даже окружение, допустим, в Москве ни для кого не секрет, что темп жизни здесь очень высокий. И в целом ты всегда куда-то бежишь, спешишь. Москва — такой город, он никогда не стоит на месте. И когда элементарно ты приезжаешь из спокойного, например, Петербурга в эту бешеную Москву, тебе очень сложно вообще осознать, что ты сейчас должен куда-то идти, что ты вообще должен делать. Это безумный стресс. Да, переключение. Тем более окружающее, оно такое давит на тебя. Быстро несутся машины, люди энергично куда-то двигаются, да, кто-то бежит, кто-то смотрит на часы, опаздывает, в последний момент делают какие-то звонки. То есть вот эта вот вся совокупность, она приводит человека в такое некоторое замешательство. Особенно если он приехал расслабленный, с моря, где волны бились, а камушки, да, и всё вообще было прекрасно. Поэтому вот сделать какую-то отбивку, сделать какую-то паузу. Я предлагаю вот нашим радиослушателям сделать её с помощью благодарности. Вот подумайте об этом лете и подумайте, за что вы можете его поблагодарить. Что было в нём хорошего, что придало вам сил, да, какие-то новые встречи или впечатления, или наоборот, их отсутствие, то есть какое-то уединение. Мы будем очень рады слышать ваши звонки, ваши реплики. Пишите, отправляйте сообщения, будем читать. Да, друзья, звоните нам в прямой эфир 8 800 333 17 06. Мы очень ждём ваших историй, ваших звонков. Делитесь вашими впечатлениями об отдыхе, или если у вас его не было, например, тоже делитесь, как вы пережили это лето. Всё-таки лето — это особенное какое-то время года для всех нас. И вы можете нам писать с помощью обратной формы связи на сайте. Сообщения все зачитываются в прямом эфире. Ждём. Также у нас есть Viber и WhatsApp. Плюс 7 977 850 09 96. Так что ждём. Мы всегда открыты для вас. Каких у нас средств связи только нет. Всё для вас, дорогие слушатели. Так что ждём ваших историй. Ну, наверное, нужно начать с себя. И за что можно поблагодарить с нашей стороны. Я вот могу сказать, что несмотря на то, что никакой поездки у меня в этом году не было, зато отсутствие поездки создало какой-то более размененный темп жизни, когда не было так много проектов. И была возможность, по крайней мере, не 2 выходных, а было 3 выходных. И 3 выходных в неделю, ну, это реально даёт тебе возможность действительно выспаться, какие-то дела больше сделать. Поэтому я вот могу сказать, что я благодарна за такой более размеренный темп жизни, который вот был этим летом. Если я не ошибаюсь, не помню, правда, какие учёные, но было исследование в этой области, и идеальный рабочий график для человека, чтобы он не чувствовал себя угнетённым, подавленным, это как раз 4 на 3. Ну или в целом, когда в рабочей неделе есть 4 рабочих дня, а 3 выходных. Так что у вас, Татьяна, было идеальное лето. Вот оказывается, что я как раз вот испытала на себе, да, я не знаю, как это было, переживалось зимой, но летом это переживалось весьма хорошо. То есть дополнительный день отдыха появился в неделе. Я тоже могу поблагодарить это лето. На самом деле для меня это всего второе лето, когда я как-то не думаю об учёбе в силу своего столь юного возраста, к сожалению или к счастью. Это лето выбора. То есть я в очередной раз решала, куда мне поступать, или мне не поступать вообще. Это лето, которое я провела в Москве в целом. То есть московское лето тоже. Не было таких каких-то серьёзных больших поездок. Да, есть за что поблагодарить. Это время, когда ты узнаёшь себя лучше с разных сторон, со стороны работы, например. То есть да, лето было прекрасно, на мой взгляд. У нас есть данные небольшого опроса в социальных сетях. Мы слушателям задали такой вопрос. Как вы провели лето? И варианты ответов. Да, хорошо, всё успел, готов к осени, всё замечательно. Ну и второй вариант ответа. Нет, не всё успел. Как вообще август наступил? Как так? Быстро очень всё время прошло. Но мнения разделились 50 на 50. Вот это да. То есть половина так, половина так. Ну что, друзья, не надо переживать. Если не всё успели этим летом, будет ещё следующее. Ну кроме того, Эльвира, вы забываете о бархатном сезоне. Конечно. Может быть, кто-то едет. Вот, кстати говоря, достаточно приличное количество. Я могу сказать, 4 человека из моего окружения едут в августе куда-то отдыхать. Едут, видимо, намеренно вне сезона, чтобы, может быть, это было более бюджетно. Ну то есть как бы кто-то лето ещё продолжает и не считает, что оно вообще подошло к какому-то завершению. У нас есть первое сообщение. Первая ласточка, весточка. Галина из Москвы нам пишет. День добрый. У меня ремонт, и я постоянно что-то покупаю. То краску, то шпаклёвку. Но настроение прекрасное от того, что скоро будет очень чисто. Запасай с терпением. Бог помогает. Да, ну вот... Я забыла. Лето же это время ремонта. Да, спасибо, Галина. Хорошее дело. Ремонт — это всегда же обновление, всегда какое-то изменение такое позитивное. Да, будет чисто, хорошо. Вот. И очень прекрасно. Я вчера ходила на первое собрание в школу и поняла, что вся школа отремонтирована. Она вообще выглядит по-другому. Её покрасили в другой цвет. Раньше был какой-то, по-моему, красно-жёлтый. Теперь он стал белый. Она стала больше зрительная, да. И вообще всё чисто, всё красиво. И я подумала, что да, здесь тоже, видимо, много людей работало. Но, тем не менее, всё готово к учебному году. Всё хорошо. Вообще у нас рабочее название нашей программы, когда мы с Татьяной думали на тему, звучит так. Панихида по лету и по деньгам. Потому что лето — это не только праздничная, скажем так, атмосфера, когда всё вокруг зелёное, тепло. Можно выйти гулять, можно поехать позагорать и отдохнуть на природе. Лето ещё и очень затратное время года. Безусловно. Ну, некоторые вообще ездят отдыхать в кредит. То есть это такое послевкусие будет очень долгое этого лета. Поэтому ты уже всё прочувствовал, уже всё пережил. Но помнить об этом ты будешь долго и расплачиваться за билеты, за проживание. Конечно, очень много денег тратится. И есть целые регионы, которые живут исключительно на туризме. То есть там наш Крым, какие-то южные страны, в которых есть наплыв туризма. Там в 2-3 месяца они зарабатывают на весь год только за счёт этого времени. Конечно, люди копят деньги для того, чтобы почувствовать, что они могут отдохнуть, что они могут себе позволить, может быть, что-то большее, чем в обычной жизни. Но, с другой стороны, я вот думаю, что очень редко кто к отдыху относится серьёзно. Либо он такой компульсивный получается. Эх, была не была, лечу там на Бали или куда-то. А вообще-то для того, чтобы нормально жить и работать, нужен отдых. Он нужен по субботам, воскресеньям. И он нужен такой вот, какой-то как перезагрузка какой-то. Поэтому вложение в отдых, если они, конечно, в здравом каком-то всё-таки спектре, это не вложение ни во что. Это вложение в работоспособность, которая следует за этим отдыхом. Поэтому вот с теми же самыми затратами хорошо попрощаться и сказать, что да, я потратила определённую сумму, но это была трата для себя, трата для укрепления своего здоровья. Море, например, это однозначно. Вы имеете в виду то, что многие отдыхающие, они сожалеют потом по приезде в свой родной город о том, что такая сумма огромная, например, была потрачена, и что можно было бы распорядиться ею по-другому. Ну, иногда так бывает, да, иногда выходят за рамки бюджета, и, как правило, это обнаруживается в сентябре. Сентябрь такой месяц, когда начинаются все платы там за обучение, там за то, да, туда, а то. Да, по нихида по деньгам как раз. Да, вот, и сразу начинаешь думать, а где же, где же, где же? Ведь были какие-то деньги летом, да, и куда же они ушли-то? Может быть, лучше было в какой-нибудь банк положить под проценты, чем тратить. Но это всё не зря. И вот такой эффект, известный психологам как выгорание, он в большей части происходит из-за того, что люди не уделяют вниманию отдыху. Они не уделяют вниманию себе по большому счёту и своему состоянию. И когда человек на протяжении долгого времени работает на износ, даже если ему кажется, что это он в нормальном варианте живёт, да, там, «Ой, я не был в отпуске пять лет». Ну и ты понимаешь, что достаточно приключиться к какому-то небольшому неприятному событию, и человек просто вот обрушится, потому что всё уже истощено. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio-teus.ru Друзья, в эфире «Формула семьи» Эльвира Чепенко, Татьяна Горбачёва. Мы сегодня говорим об отдыхе, после отдыха. Звоните нам, пишите. Номер прямого эфира 8 800 333 1706. Мы ждём ваших историй. Вопрос был задан слушателям такой. Даже не вопрос, скорее, а небольшой вызов. Расскажите, за что вы благодарны лету? Что было этим летом такого? За что вы хотели бы его поблагодарить? И в целом, какие выводы спустя 3 тёплых месяца, ну или не совсем тёплых, вы можете сделать. Более-менее тёплых, да. Да, ну вот почему иногда требуется отдых после отдыха? Вот мы говорили, нужно сделать какую-то отбивку, нужно сделать паузу, нужно оглянуться назад, сказать, что да, вот было хорошо. Даже если было плохо, да, нужно сказать, что да, вот было плохо, но теперь у нас вот, теперь всё по-новому, начинается новое время. Необходимо время для того, чтобы включиться в ритм, для того, чтобы подстроиться. И если мы планируем, например, приезд с детьми с дачи в 10 часов вечера 31 числа, а в 8.30 они должны быть, скажем, на линейке в школе. При параде. Да, уже одетой, обутой и так далее, да, то, скорее всего, не остаётся времени для того, чтобы просто вот приспособиться и свыкнуться к мысли, что завтра, да, начинается новый день. Человеку любые изменения даётся, но не очень быстро. Есть люди, конечно, быстро меняющиеся, привыкшие, да, но всё равно нужно приспособиться к этой мысли, просчитать какие-то варианты, что будет по-другому, купить ребёнку, в конце концов, какие-то вещи необходимые. То есть эти изменения в себе нужно знать, что они требуют время. Поэтому вот планирование вот таких переходных вещей, особенно переход здесь неприятный, когда мы говорили, что вот учебный год закончился, мы к каникулам, да, такой вот. Тут не требовалось особенно какого-то перехода. Вышел со школы, поехал на дачу и всё. Да, забыл всё, как будто не учился. Вот. А здесь переход наоборот, с расслабленного состояния в тонусное состояние, да, в состояние готовности. Переход от занятий, которые тебе приятны, там, например, сон до 11 часов, к раннему вставанию. Переход от того, что ты смотрел фильмы, самые последние мультики, да, к тому, что тебе нужно учить алгебру, да, ну, как бы вот это переход в более сложное состояние, и на него требуется время. Ещё более сложный переход, когда ты не в очередной класс школы идёшь, а когда ты идёшь там на первый курс института, или когда ты из детского садика в школу поступаешь. То есть это не то, что, вернее, не только новое что-то, но уже знакомые обстановки, а в принципе новая стезя такая в жизни, новая эпоха. Да, конечно, вот эти вот люди, они вообще испытывают очень большой стресс, потому что они не знают, что там. Они не знают, это хорошо или плохо будет. Вот, и часто, ну, вот у нас негативных мыслей в принципе больше. Мы думаем, ой, там будет, наверное, всё плохо. Ой, учительница будет ужасная. Ой, наверное, я никому не понравилась. А что я, если я окажусь самой тупой? А если я окажусь самой толстой? А если я окажусь самой рыжей? Ну, дальше самости может быть много всякого. Но у человека вот находится вот эта вот тревога. И вот эти малыши, первоклассники, которые, да, вот теперь у нас в будущем. А ведь, Эльвира, вы ещё забыли про тех, кто идёт в садик. Ах, да, самые первые-первые шаги. Это же садик, это 2-3 года. А как я буду, ну, сейчас 3 года, да, в 3 года уйти. А как я буду без мамы? Вот это же страшное такое вот. Это самый большой страх жизни, мне кажется, для трёхлетних детей. А что я буду делать, когда мама уйдёт, и я останусь один? Вот. И на самом деле исследования, которые проводились вот на стрессовых ситуациях, они проводились именно на вот этих детишках, от которых первый раз уходила мама. Вот. И было большое исследование, которое показывалось, какие же факторы влияют на то, как ребята переносят это расставание, вот этот стресс неизвестного. Ну, и из них можно сделать выводы и для нашей темы. Вот когда человек идёт куда-то, первое, что самая базовая, самая базовая вещь. Если ребёнок голодный, усталый, там, и не поспал, все плохо переносят это изменение. То есть даже те, которые маму отпускали давно, да, и уже были привыкши к тому, что она уходит, если человек уставший, вымученный, голодный, то он плохо переносит. Они плакали, детишки, их сложно было успокоить. Также вот и для нашей темы. Вы идёте на работу после отпуска, да, или вы идёте там в очередной класс, или там первоклассники. Прежде всего, вот базовые вещи. Человек должен быть сытый, он должен быть выспавшийся, да, он должен быть в нормальном, в своём обычном состоянии. Тогда он эти стрессы перенесёт гораздо легче. Родители мои поступали очень мудро всегда, когда они возвращались из отпуска, за день или за два до выхода на работу. А я всегда удивлялась, ну зачем, можно же подольше отдохнуть и вот приехать и, собственно, выйти на работу. Сейчас я в таком же состоянии, то есть я приезжаю с отпуска, надо выходить на работу. Я понимаю, что если у меня нет вот этого хотя бы одного дня между отпуском и работой, мне просто сложно даётся первый рабочий день, потому что ты ещё мыслями там где-то, в отпуске, в отдыхе, а от тебя уже требуется очень высокая работоспособность. И это очень мудрый совет, брать вот один или пару дней, особенно если с детьми, на вот эту реабилитацию после отдыха. Просто успокоение, переключение, как хотите его называть. Человеку нужно переключиться, и это требует время. Хорошо, если это будет в спокойной, ненагнетённой обстановке. Хотя я знаю, есть мастера, которые там в последнюю минуту всё могут сделать, но уровень стресса вот в этом случае, он просто очень большой. Человеку требуется дополнительные усилия, дополнительный адреналин для того, чтобы себя поднять, вот уставшего, голодного, для того, чтобы сделать какой-то новый рывок, новую работу. Поэтому готовьте своих детишек, давайте себе, вот спасибо за рекомендацию, давайте себе какое-то пространство, переключение. Пусть это будет день, у вас ещё не будет рабочей нагрузки, вы сходите спокойно в магазин, вы посмотрите какое-то кино, но я не знаю, чего вы любите делать. Да, элементарно, даже чемоданы разобрать, на это тоже нужно время, пока всё разложить, перестирать, детям собрать все эти вещи, приготовиться к первому сентября, ещё тетради могут быть не куплены. Да, тетради. Кстати говоря, для тех, кто ещё не закупил тетради, я тоже могу дать такой хороший совет, что, друзья, первого сентября тетради не нужны. Вот, вот весь секрет. В любом случае, вот смотрите, у нас четверг будет, 1 сентября в этом году, пятница, 2 сентября, вы можете купить и первого, и второго, и третьего, и четвёртого, скорее всего, все тетради, весь объём, понадобятся где-то только вот там пятого, который будет понедельник. Третьего, четвёртого у нас ещё в эти выходные будет праздноваться День города Москвы, так что везде будут толпы народу, помимо тетради вы ещё сможете погулять и отдохнуть. Да, то есть не надо прямо вот к этой дате просто сделать всё. Как правило, сентябрь всё равно месяц для разогрева, можно ещё какие-то последние свои покупки осуществить. Для меня это было большое прямо вот откровение, когда одна мама сказала, я вообще не парюсь, я езжу в сентябре, когда мне уже сказали всё, что нужно купить, да, каждый, все уроки прошли, тогда я только закупаюсь. Вот она мудрость. Да, что никто никого не гонит. Как правило, время есть, но иногда мы себя загоняем. Говорю, что вот последний день, вот нужно что-то сделать, будьте мудрыми и оставляйте своему организму как бы время для того, чтобы приспособиться к этим всем различным изменениям. Татьяна, вы вот в начале передачи затронули такую вещь, что есть отдых обычный наш, скажем, выходные, есть отдых именно как отпуск. Вот про отпуск мы поговорили, о том, что он может быть разным, активным, пассивным, это другая уже тема, что после него требуется какое-то время на реабилитацию, потому что ты отвыкаешь от ритма жизни. Дайте какой-нибудь совет про именно отдых на выходных, то есть как в этом случае лучше себя вести, скажем так, что будет полезнее? Ну, здесь по-разному люди. Кто-то любит просто отдыхать более активно, кто-то любит отдыхать более пассивно, поэтому здесь, наверное, разные категории. Но в любом случае в воскресенье вечер лучше не занимать до самого вечера, там до предела, до полуночи. Лечь спать так, чтобы вы нормально сами проснулись. Вообще нормальный сон это когда вы ложитесь во сколько нужно, а просыпаетесь сами. Обычно у нас по-другому. Мы ложимся во сколько мы засыпаем, просыпаемся во сколько нужно. Но это неправильно. Это как бы вот элемент какой-то вот. А во сколько нужно часов в 10 вечера спать ложиться? А смотри, во сколько вы встаёте, Эльвира? Я же не знаю, может, вы в 5.30 встаёте. А, нет. Ну, среднестатистически, допустим, там в 7 встаю, в 10 ложиться спать, это получится 9-ти часовой сон. Ну, позитивно, вот чтобы просчитать ритмы сна, да, вот у сна есть много ритмов, вот, но один цикл проходит в полтора часа. Вот, чтобы вам, за 6 часов, как правило, вы выспитесь. Вот отсчитайте, чтобы вам встать в 7, нужно лечь во сколько? До часу ночи точно. Ну, да, до часу точно нужно, а лучше лечь пол-11 получается. А, на полтора часа раньше вы имеете в виду? Полтора часа кратно должно быть у вас. А, вот как, всё понятно. 6 или 7 с половиной часов, тогда у вас подходит вот ритм полтора часа к осну, и вы очень легко просыпаетесь. Если вы в середине этих полутора часов просыпаетесь, то как бы у вас вы в середине... Не пол-11, а пол-12 тогда. Пол-12, да. Пол-12, да. До часу ночи. Ну, или, соответственно, тогда в 10. Тогда у вас получится прям такой большой, полноценный сон, который можно... Про полтора часа я не знала, буду теперь иметь в виду. Да, поэтому если вы знаете, во сколько вам нужно встать, вы легко можете рассчитать, во сколько вам нужно лечь, чтобы в это время легко подняться, когда уже вы не выныриваете из ночного кошмара, а когда вы бодрый, весёлый, полон сил. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же её не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8800-333-1706 Друзья, звоните нам, пишите. Телефон прямого эфира только что у нас озвучил диктор. Могу повторить. 8800-333-1706 Пишите нам сообщение на сайте, как вы провели это лето, за что вы можете его поблагодарить, какие у вас впечатления о вашем отпуске. Может быть, вы можете поделиться и дать совет, например, если вы отдыхали в других странах, куда ездить, куда не ездить. Ждём ваших историй. Пишите, звоните. Ещё есть вайбер и ватсап плюс 7-977-850-09-96. А мы с Татьяной говорим сегодня об отдыхе после отдыха. Ну или рабочее название «Панихиду по лету и по деньгам». Да, ну как прощание, да, «Панихида», наверное, это было слишком весело. Минорно, да. Да, прощание такое с летом. Ну, да, действительно, мы просто можем быть благодарны. Я вот тут думаю, наверное, как в тех странах, где у них ровная погода, где у них нет особенно ярких сезонов. Есть же у нас полоса счастливых людей, которые живут в тропиках. огромных изменений температуры. Наверное, они не так сильно переживают уход лета. Оно не уходит там просто. Оно не уходит, да. И мне рассказывали, что листья меняются каждый год, но происходит это немножко иначе, что просто новые листья, как вот зубы постоянно, они выпирают, сбрасывают и выбивают предыдущие. То есть вот предыдущие, с ними ничего не случилось, они такие зелёные, весёлые, но просто последующее поколение просто вот меняет их. Поэтому вот, наверное, по-другому это. Я помню, у меня был разговор с одним из американцев, который как раз жил в одном из Южных Штатов, и мы с ним говорили про такую песню, где летят журавли, и так грустно. Какой-то наш русский народ, он изучал русский язык, и он говорит, улетают журавли. Я говорю, ну вот такая тема русская, мы переживаем, что закончилось лето. А он говорит, а почему грустно? Я говорю, ну как, вот тёплое время прошло, теперь будет холодное время, пойдут дожди, птицы улетают. Он говорит, ну они же вернутся. Я говорю, да, они вернутся, но ведь... Полгода же как-то жить без них надо, даже больше, почти девять месяцев. И после долгих объяснений я поняла, что как бы это, ну вот для человека, который живёт всё время в тёплом климте, для него непонятно, что грустно. Птицы улетели, птицы прилетели, как бы вот. А для нас это почти эпоха прошла, лето закончилось, да, вот теперь что-то другое, такое мрачное, вот депрессивное, и облака, да, и работать каждый день нужно. То есть это вот переживается нами с особой силой. Вообще говорят, что самое такое тяжёлое время осенью, это вторая половина октября и первая половина ноября, потому что сентябрь он ещё более-менее тёплый, вот я вспоминаю, в прошлый год в конце сентября ещё было плюс 23 и даже до 30 доходило. И первая половина октября, соответственно, ну тоже легче переживать, там до плюс 15 падает температура, может и ниже опуститься, до 10. Дальше начинается холодно, а во второй половине ноября уже начинаем готовиться к Новому году и к Рождеству. И вот этот месяц с середины октября до середины ноября это самое депрессивное время, когда у нас там день равноденствия осенью, не помню уже, нет, в декабре он. В декабре уже зимний, да. Да-да-да, самая длинная ночь, самый короткий день. В общем, вот это самое депрессивное время. Дайте какой-нибудь совет, как его пережить? Ну, я ещё хотела добавить, почему депрессивное время. У нас уже выключается солнце, я не знаю, как наши слушатели, но в московском регионе солнце где-то выключается в октябре и в марте включается. Да. Количество солнечных дней за это время просто сокращается. И депрессивная, сезонная депрессия вызывается, собственно говоря, отсутствием ультрафиолетового излучения. Надо ходить солярий. Не надо так, прямо радикально, надо просто находиться, вот лампы дневного света дают тоже определённый спектр, который, вообще говоря, предложительно на нас влияет. И сезонная депрессия, вот эта связанная с тем, что солнце у нас заканчивает светит, она лечится тем, что люди сидят около экранов, да, со светом, определённой частоты, и это помогает им. Поэтому, вот, если мы говорим про солнышко, то солнышко, просто включайте в своей квартире свет. Если вы находитесь в комнате, пусть у вас будет зажжён верхний свет. Не надо сидеть экономе у лампы, да, с 40-ваттной. И так всё темно, да, на улице пасмурно, листья упали, деревья стоят голые, и вы у этого... Старые, тёмные. У камелька сидите, да, включите в себе свет, это не такое расточительство. Это даёт для вас достаточное излучение для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Ну и кроме того, конечно, счастье же это внутренняя категория, да, и не только от погодных условий зависящие, как мы вот сегодня, конечно, это чувствуем, говоря про лете, но вместе с тем, хорошо, когда есть приятное что-то в вашей жизни, да, это не только прогулки на свежем воздухе, это может быть какое-то занятие, ваши дружеские отношения. В конце концов, можно носить красочную одежду. Мне нравится, что сейчас мода, она очень красочная. Цветные резиновые сапоги, цветные какие-то куртки, невероятной красоты и разных цветов зонтики. Особенно мне нравятся зонтики, которые меняют свой цвет в зависимости от дождя. То есть изначально на них смотришь, они там черно-белые или какие-то такие, а когда идёт дождь, так они устроены, они становятся все цветные. И ты наверх смотришь так себе в зонтик. Вот никогда такого не видела. Очень красивые зонтики. Тем, кто страдает депрессией, просто можно порекомендовать, не на правах рекламы, а просто для собственного настроения. ищите такие зонтики, которые бы преображались от того, что дождик идёт. Поэтому найдите что-то, что будет вас греть. Хорошая книжка, между прочим, это то, что может принести большую радость в минуты, когда кругом всё как-то серо, безлико и каких-то нету праздников впереди. Ну, Хэллоуин только у нас. Ну, мы не особо его в России отмечаем. Ну, темнее тыква, полезный овощ. Можно делать из неё джем, печь пироги, собственно, консервировать даже, в духовке с мёдом запекать. Столько рецептов. С другой стороны, вот, смотрите, если лето у нас фокусировано на каких-то развлечениях, осень — это возможность заняться чем-то серьёзным. Большую часть времени мы проводим внутри помещения, да, то есть можно читать, можно ходить в фитнес-клубы, да, можно ещё чем-то делать. Масса всяких вещей, которые мы не отвлекаемся, да, мы можем быть сосредоточенными. То есть кафе сейчас ставило очень много интересных. Я уж не говорю про количество парков, которые в Москве просто радуют. Они преображаются с каждым сезоном. Вот в Москве, например, есть четыре сезона, так они и называются, да, московское лето, весна, осень, зима и весна. Невероятно преображаются улицы, там разные дизайнеры, правда, высказываются по этому поводу, там негативное мнение есть. Но, тем не менее, хотя бы преображение в городе есть. Не так всё уныло. Да, но здесь можно ещё порекомендовать ну такой лозунг, да, в своей жизни, что я владею только этим моментом в моей жизни. Как мне провести его лучшим образом? Что я могу сделать с самого хорошего в этот момент? Потому что часто мы мечтаем там о лете или грустим о прошедшем, да, или ждём следующего, ждём Нового года. Ну а как сделать так, чтобы вот этот момент, сегодняшний ваш день, был наполнен радостью, наполнен смыслом каким-то, да, наполнен занятием, которое бы приносило радость и вам, и окружающим вам людям. То есть вот можно думать об этом, можно пытаться в каждый момент жизни, ну вот как дети, знаете, они не ожидают большей части, они просто живут, они просто вкладываются с любопытством в любой момент в то окружение, которое просто вот перед ними сейчас. Поэтому это вот такой, пожалуй, совет, который может помочь в любой сезон, не только осенью, и летом тоже. У нас есть сообщение от слушательницы Марии, она пишет, у меня ребёнок шести лет, радуется всему, и гербарию осенью, и дождю, и снегу, у него и учусь. Очень хорошее. Когда мы как дети, у нас как-то вот легче нам жить. И, конечно, непонятно, кто больше учится. Это дети от нас учатся, или когда мы становимся взрослыми. И, конечно, вот эти замечательные моменты, когда ребёнок может, я, по-моему, уже говорила, там владенец у нас занимался ложкой целый час, и он с таким восторгом смотрел на все стороны ложки. Я думала, как же мы потеряли вот эту вот возможность удивляться любому, что вокруг нас. Ну вот ложка, да, и он восхищался вот целый час, и ел её там, да, и бил ей, и что только не делал. Это же замечательный инструмент. А сколько больше предметов вокруг нас и людей, которые вызывают восхищение, вызывают удивление. Поэтому вот жить здесь и сейчас, наверное, это вот такое искусство, которое действительно делает нас счастливым. Осенью можно собрать красивый гербарий. Всё-таки жёлтый, красный — это не такие уж негативные цвета. Коричневых листьев тоже много, конечно, но сегодня что-то красивое есть. Золотая осень, золотая пора. Это вот конец сентября, наверное, наступает в эти моменты. Может, попозже немножко. Даже в октябре. Победе лето там у нас, конец сентября, и где-то октябрь как раз это вот золотая такая пора. Хорошо выбираться куда-то на улицу гулять. Ну, а мы, друзья, сегодня говорим об отдыхе, после отдыха. Пишите нам, звоните, ждём ваших впечатлений, историй, как вы провели лето, как вы готовитесь к осени. Бабушки, дедушки, пишите, что у вас с внуками, как вы относитесь к ним, как в школу вот они пойдут, как вы помогаете им собираться. Ждём ваших историй. Но сейчас маленькая заставочка. Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и всё перевернётся в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Пишите, да, звоните в прямой нам эфир. А я напоминаю, друзья, об одной очень важной вещи. Радио Теос — это станция, которая существует на пожертвования, и мы просто не можем сфункционировать без вашей помощи. Нам очень нужна ваша поддержка, и это очень просто сделает нас поддержать. Отправьте сообщение на номер 7715 с текстом Теос, неважно, какими буквами, русскими или латинскими, пробел и сумма, которую вы хотите нам пожертвовать. Не забудьте подтвердить пожертвование в ответном СМС, и мы будем очень вам благодарны за каждый ваш вклад. В эфире передача «Формула семьи». Сегодня у нас 30 августа. Я напоминаю нашим слушателям еще одну маленькую вещь. У «Формулы семьи» есть почта. Если, друзья, вы хотите сообщить о своей проблеме или попасть на консультацию к психологу, порой просто выговориться и не хотите озвучивать, допустим, это в эфире, вы можете написать нам туда на адрес family, нижнее подчеркивание, формула, собакамейл.ру. Этот адрес также указан во всех наших социальных сетях, страничках в Фейсбуке, ВКонтакте. Друзья, заходите, смотрите, подписывайтесь, пишите. У нас есть уже несколько писем. Мы работаем с людьми, передали контакты психологам. Уже там назначены некоторые встречи. Так что, друзья, если вам нужна помощь, мы открыты для вас, ждем ваших сообщений. Татьяна, продолжим тогда про отдых, после отдыха. Будем ждать, когда слушатели откликнутся. Ну, я хотела, наверное, немножко уже перейти в другую, в следующем, следующему этапу. Как сделать так, чтобы начало вашего учебного года или рабочего года было менее стрессовым? Я уже говорила в самом начале, что стресс имеет накопительный эффект. То есть, если мы много событий схлопываем сразу, их нужно сделать быстро, мы испытываем тем большее возбуждение, тем большее напряжение. Мы переживаем это как стресс. Стресс вообще-то нормально, но когда он не переходит определенных границ. И когда он не хронический. Когда он не хронический, да. Тем не менее, когда мы говорим о начале какого-то обучения, это всегда много-много разных факторов. Как нам с этим бороться? Что нам нужно делать? Если мы говорим с позиции родителей, у которого есть ребенок, он идет в школу, часто родители за своими заботами этот момент как-то не видят, да. Посмотрите на своего ребенка, как он переживает это время. Он рад тому, чтобы идти в школу, да. Или он переживает, или он боится неизвестного. Как его примут? В случае первоклашек как-то теперь сейчас больше говорят. Но ведь и другие ребята разные смешанные чувства испытывают по отношению к школе. Хорошо эти вещи проговорить. Что ребенок? Ждет он встречи с учителями? Ждет он встречи с своими друзьями? Или он осторожен? Или он весь загрустил? Что там такое происходит, что заставляет его грустить? Не надо пренебрегать простым таким способом решения вопросов это поговорить. Поговорить и расспросить, как ему в школе живется. Сегодня родители такие занятые, что иногда элементарные вещи они просто не видят. Глаз замыливается каждый день. Что-то грустно ходит. Сейчас новая возможность нести какие-то изменения. Бывают ситуации, когда ребенку очень плохо в школе. Не складываются отношения. Привзято относится учитель. Вы как родитель можете сделать очень многое, чтобы эту ситуацию изменить. Начиная с разговора с учителем, кончая тем, что в конце концов можно перевести в другую школу. И сейчас еще не поздно сделать это. Не поздно даже в течение года. Никогда не поздно. Сейчас время такое, когда вы можете на это обратить внимание. Начало — это хорошая возможность к изменению. И с другой стороны разнести вот эти факторы стрессовые все немножечко по времени. Чтобы утро началось спокойным, начало учебного года. Я уже говорила, хорошо раньше начать вставать в это же время, чтобы организм привык. Какие еще факторы волнения? Одежда. Продумайте заранее. Пусть там висит эта вешалка с готовым нарядом. Девочки, конечно, более щепетильны в этом отношении. Мне уже неделю целую спрашивают, что же лучше одеть на 1 сентября. Почему-то никто не задает вопрос, а что же лучше одеть на 2 сентября. Но тем не менее. Продумайте заранее, какая будет одежда. Особенно важно, если ребенок успел за лето вырасти. Да, а это практически выходит всегда. Если только это не старший класс, там более-менее уже заканчивается. То есть минимум размер произошел, сдвиг. Померить то, что есть. Поменять это, купить. То есть по крайней мере минус одна проблема утром вам. Потому что если вдруг неожиданно одеваешь прошлогоднюю форму, обнаруживая, что она везде коротка, мала и не лезет, это еще дополнительное волнение. Продумать, что с едой. Сейчас в школах большинстве кормят. Есть, например, люди-аллергики, которые не кормят. Ребенок тоже это дело переживает. Дать ему что-то с собой. То есть максимальное возможно количество вещей, которые можно заранее продумать, продумать их. Если возможно сходить в школу, чтобы ребенок там просто побегал, помог учитель царостовить стулья. Встречи с неизвестным забытым за лето школьным зданием, это тоже может быть проблемой стресса. Он каждое утро его видел в ужасе и тут опять. Пусть он почувствует в этом свободу, какое-то озорство, побегать со своими друзьями вне классного такого расписания. попытаться заранее разбить не всё в один момент. В новых туфлях с новым ранцем всё жмёт. Пришёл утром и забыл, что там нужно принести. То есть это всё одно, другое, третье, четвёртое. Я помню, в прошлом году я пришла на линейку и у нас одна девочка из нашего же класса упала в обморок, потому что всего было слишком много. Я тоже школьные годы, помню, шестой класс это был, утром упала в обморок, на первое сентября пришла к второй половине дня только. Ну, это даже дома произошло. Здесь она прямо в строю упала, благо сзади был слой родителей, все родители поймали, а я вот подумала, а в старших классах родителей уже нету, там уже однокашники ловили, и тут у нас с одной стороны речи звучат поздравления, я с другой стороны тут в общем девочку откачиваю, девочку, но пока там речи звучали, мы ее откачали, воды дали, дали ей на шатырь, она пришла в себя, поставили обратно, она пошла в школу, ну просто не надо такого, подумайте каким образом, часто букеты, которые больше, чем сами дети, больше, чем дети, или какие-то вот подумайте, как ребенок себя будет ощущать, подумайте, если можно это предвосхитить или убрать, или вообще, я знаю, что в одной школе они решили не дарить на первое сентября, а собирали просто деньги и в какой-то благотворительный фонд отдавали, ну потому что это вот хорошо, когда один букет, но когда 30 букетов сразу для учительницы, это очень много, вот и учительницы эти сказали, пожалуйста, не надо, для нас это мучение с этим большим количеством цветов, давайте лучше таким образом решим вопрос, и сделали пожертвование, собрали приличную сумму денег, сказали, вы сколько вы хотите на букет потратить, пожертвуйте просто эти деньги, отдали какой-то, я же не помню, какой-то дом малютки или что-то такое, но в общем сделали пожертвование. Очень хорошая акция, очень хороший пример, может быть кто-то из наших слушателей, кто-то из родителей. Такой нетрадиционный, потому что дети, портфель большой, жмёт ещё не отрегулирован, букет здоровый, у них, они даже не, ещё они в первый класс идут в какое-то неизведанное здание без мамы, и там какие-то люди непонятные, там какие-то люди, их очень много, и все выше, ты им все до середины роста, вот как бы, видишь только ноги, старайтесь заранее проговорить, что будет, какие будут, что там будет учительница, учительница будет разговаривать, чтобы у ребёнка сложилось хоть какое-то представление, что там не драконы сидят, огнедышащие внутри, он же не знает. Я помню, когда меня брали в первый класс, там перед тем, как взять в первый класс, есть какой-то, ну, небольшой тест, то есть сейчас, конечно, могло всё измениться, заранее делать, да, заранее, и ты приходишь, ты, в принципе, уже видишь школу, тебе сразу показывают, где будет твой кабинет, там, где будет твой класс в начальной школе, они же там сначала в одном классе все сидят, ты знакомишься с учительницей, часто это даже индивидуально, то есть я помню, я не удержалась, первый раз увидела доску, ну, в детском садике не было досок таких вот, именно школьных, и зарисовала всю доску, там учительница ещё смеялась, вот, то есть, и это очень полезно, потому что в первый класс, когда ты приходишь, ты стоишь на этой линейке, ты, в принципе, знаешь, что потом, значит, ты поднимешься вот по этой лестнице, пойдёшь вот на этот этаж, зайдёшь в этот кабинет, а дальше вот эта уже знакомая тебе учительница всё объяснит, это очень полезно для ребёнка. Ну, по крайней мере, он уже знает, чего ждать, да, потому что когда вот всё, эта неизвестность вся в один миг, и ещё плюс, представьте, это эти дети, они среди великанов, среди великанов находятся, это вообще вот великанская страна, они самые маленькие идут туда, конечно, много положительных таких вот ожиданий, да, но вместе с тем очень много неизвестного. Конечно, нужно по возможности это всё с ребёнком проговорить, просмотреть, сходить туда в какой-то такой обстановке, сменную обувь, рассказать, что с ней делают, где туалет, в конце концов, это тоже вот причина стресса, не знают, где это находится. Стесняются спросить. А, да, спросить, это легче спросить, где столовая, чем, да, где туалет, да, у кого это спрашивать ещё нужно. То есть очень много вот вещей, волнений, и которые легко снимаются, просто экскурсии в школу, прийти заранее, там, помочь учительнице, и каким-то образом подготовить ребёнка. И здесь вот уже мудрость со стороны родителей, просто снимать эти какие-то страхи, да, беседовать с детьми, задавать им вопросы, а как бы ты вышла из этого положения, да, вот, а у кого можно спросить? Давайте ребёнку самому подумать, какие шаги он может предпринять для того, чтобы решить какие-то ситуации. У нас осталось буквально три минутки. Для детей и для родителей мы советы дали. Татьяна, дайте ещё совет, пожалуйста, для взрослых людей, для взрослых детей, которые после отпуска выходят на работу, и вот этот первый рабочий день, когда ты понимаешь, что вообще жизнь меняется с ног на голову. Помните о том, что любое изменение требует время, и не требуйте от себя слишком многого сразу. Включайтесь, постепенно вы наберёте обороты, и старайтесь, чтобы ваше время проходило радостно, с отдачей, потому что действительно вы владеете только настоящим. Мы благодарны за прошлое, до свидания, лето, пусть оно было хорошее, мы благодарны ему, мы с нетерпением ждём, что будет в будущем, надеемся, что оно будет лучше, но тем не менее, реально изменить мы можем только что-то сейчас. Мы только изменить можем в себе, можем принимать решения о каких-то поступках, можем принимать решения, как нам относиться к тем людям, которые вокруг нас находятся. Поэтому работать над тем, как жить настоящим, как быть этим ребёнком, который радуется, удивляется, но вместе с тем и творит, потому что творчество — это, наверное, самая такая приятная часть жизни. Постарайтесь творить на ваших работах, не просто деньги заколачивать, потому что это какая-то угнетающая мысль. Постарайтесь менять то место, в котором вы находитесь, к лучшему, чтобы там было и вам хорошо, и другим людям вокруг вас тоже было хорошо. А вот скажите, это хорошее время после лета делать итоги и, может быть, подумать о смене места работы или о смене места жительства? То есть это такое хорошее время подвести какой-то итог? Или лучше это отложить, например, как все делают, на Новый год как-нибудь? Ну, как-то я не знаю, на Новый год меняют место жительства. Обычно вот с отпуска приезжаешь, выходишь на работу и, ну, понимаешь, хочешь ты здесь дальше быть или после отпуска делаешь какие-то выводы, может быть, тебе в другой город переехать или просто изменить что-то в своей жизни. Поселиться там, где ты провёл свой отпуск. Да-да-да-да, это большое желание быть. Ну, конечно, любая перемена это возможность к изменению. Поэтому, если вы чувствуете, что так дальше жизнь продолжаться не может, безусловно, можно принять такие решения. Как я говорю, вот со школы я сказала, если вы считаете, что если вы пойдёте туда, там будет ад, то, наверное, нужно принимать какие-то изменения. То же самое с работой. Если вы думаете, что вы туда идёте, это почти как на эшафот, ну, может быть, действительно, это хорошее время что-то пересмотреть. Тем более, сейчас вот по осени как бы новые сезоны, новые предложения. Как там цыплят по осени считают? Да, да, может быть, откроются какие-то возможности. Но я за то, чтобы серьёзные, такие судьбоносные решения принимать всё-таки не на эмоциях, а на хороших, обдуманных аргументациях, на хороших основаниях. И чтобы у вас всё было хорошо. Ну что, друзья, эфир подошёл к концу. С вами была передача «Формула семьи» Татьяна Горбачёва и Эльвира Чепенко. Говорили об отдыхе после отдыха. Услышимся с вами уже в четверг. Счастливо. До свидания. Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьёшься. Ну, тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. На этом. Передачи.